здравствуйте уважаемые друзья утро с добортом 32 градуса мы с вами в даунтауне монреале сейчас как обычно смотрим на то что у нас здесь происходит попутно за окном и видео сборная солянка козяков наше замечательное правительство во главе с нашим прекрасным лидером джастером трюдо в очередной раз накосячил или количество так сказать ошибок косяков всплыло так сказать на поверхность в настоящей минуты поэтому мы только сейчас об этом говорим хочу начать с того что позавчера было выступление министра экономики билла марно который говорил о том что у нас планируется дефицит в 343 миллиарда долларов в 343 миллиардов значит он говорит о том что ну вы понимаете у нас тяжелое время мы сейчас боремся с коронавирусом мы тратим большое количество денег на поддержку бизнеса да то есть как бы там по большому счету он все сводит к тому что ноги торчат из тех средств которые правительство выделило для того чтобы выдать каждому желающему 2000 долларов связи с коронавирусом но опять же да мы помним эту историю что в канаде существует в этом плане две истории для взрослых работающих людей история первое это то что если ты потерял работу вообще в принципе то тогда ты имеешь право на пособие по безработице это первая история история вторая что если твои доходы очень сильно упали в связи с коронавирусом опять же да всегда должна быть связь с коронавирусом тогда ты имеешь право на 2000 долларов в месяц при этом ты получаешь прямо сейчас заполнил и завтра получаешь деньги на счет выяснение по поводу того ты имел права не имел права и так далее все эти выяснялки они будут уже потом когда все более-менее успокоиться другое другой значит источник затрат это деньги которые тратятся в пользу работодателей которые хотят сохранить своих своих работников но не могут оплатить зарплату и просто говорит что мы вам компенсируем 50 процентов иногда там 75 процентов вашего забор заработного фонда для того чтобы вы не сокращали персонал и третий источник проблем так сказать для бюджета это история связанная с выдачей денег для бизнесов субсидии всякие разные да то есть любой бизнес имеет право получить 40 тысяч долларов при этом если правильно помню 30 тысяч долларов ты должен будешь вернуть а 10 тысяч долларов тебе прощают ну да вот так как-то и соответственно когда биллу марно задали вопрос по поводу того что но а вы возвращать то как возвращать надо по-любому да ты не можешь просто так взять деньги этому встали или мы поедем непонятно день надо возвращать билл марно сказал ну да да конечно мы будем возвращать на на самом деле деньги не такие же большие что раньше у нас долги были в большем количестве и вообще бы не планируем повышать налоги то есть когда правительство говорит что мы не планируем пушать налоги на самом деле что скорее всего они этим и займутся потому что я лично не вижу объективно других способов того как правительство может быстро платить по счетам да кроме как повысить налоги обложить какими налогами таксизами какие-то товары или группу товаров и за счет этого пополнять бюджет посмотрим посмотрим ну пока он обещал что ничего делать не будет это значит первый косячок такой почему косячок потому что на самом деле еще раз говорю это все выльется в то что мы налогоплательщики и после нас к тех тех кто будут налогоплательщиками они все это должны будут оплачивать из своего кармана за счет бюджетов за счет каких-то дополнительных требований претензий которые будут финансовые у правительства к карману налогоплательщику значит вторая история это то что была опубликована вчера информация о том что за последние несколько лет были потеряны данные более чем по 30 тысячам людей которые подлежали депортации вот представляете канада телевизионное государство у нас компьютеры есть вы не представляете у нас есть компьютеры у нас индусы на саппорте сидят они нам делают прекрасное понимать насколько прекрасно компьютерное обеспечение где все работает через одно место и бабам 30 более 30 тысяч и кейсов людей значит было потеряно но ладно бог с ними как бы и должны были депортировать но дело в том что порядка трех тысяч людей из этих 30 это люди которые являются уголовниками и они ходят между нас среди нас потому что по сути где они живут они все живут крупных городах они тут ванкувере в торонто и мандриале нигде другом месте что логично опять же и вот и вот и там 27 с хвостиком тысяч людей это те люди которые должны были депортированы быть из-за того что они проиграли беженские кейсы из-за того что у них просрочились их визы и не уехали в нужный момент времени из канады на них все были естественно заведены депортационные ордеры по идее пограничная служба должна была бы контролировать потому что именно cbsa это канадские пограничники они ответственны за то чтобы выполнять депортационные ордеры но баба мы потеряли кейсы как они это будут восстановить я не понимаю и еще раз говорю лично меня больше всего эта история тревожит это порядка трех тысяч уголовников которые броют между среди нас в общем да и третий косячок собственно третий косячок связан с историей вы чаете да про который уже говорил удалительный фонд который занимается распределением миллиарды почти миллиарда бюджетных денег на всякие разные там благотворительные помощи всяким разным ну скажем слабо защищенным группам населения канады так вот выяснилось что мама и брат джастин трюдо получили зарплатку порядка в общей сложности 300 350 с хвостиком тысяч долларов из этого фонда я лично очень сильно сомневаюсь что если бы это были какие-то люди с улицы они бы получили они бы получили эти самые денежки отсюда и таких количествах опять же соответственно как обычно парламентской комиссии требует расследование и расследование будет сделано да но вы уже знаете что джастин трюдо у нас уже уголовник в кавычках на котором нельзя стоять не осталось места для свободное место по клейму потому что у него уже было несколько решение комиссии этики о том что он делал не правомочные вещи которые были не этичные те которые были не не по правилам до прописанным и не перестали и неписанным которые есть для высших чиновников канады но с него как гуся вода да не только фразы по поводу того что не начихать на закон для меня важны избиратели она дорогого стоит в общем продолжаю смотреть за цирком с конями естественно буду ждать в курсе всем откланиваюсь всем счастливо пока